Внимание! Внимание! На территории нашего государства противник нанес ядерный удар мощностью 10 мегатом. Долгие годы было принято считать, что Третья мировая война будет ядерной. Мало кто понимает, что она уже началась. Это самая кровавая война в истории человечества, и называется она гибридной. Наземным операциям, авиаударам и оружием массового поражения отводится лишь небольшая роль. Как выглядит самая смертоносная технология уничтожения государства? В отличие от войн прошлого, в этом конфликте агрессора не видно. Но он находится рядом с вами 24 часа в сутки. Он старается контролировать каждый ваш шаг, контролировать ваши мысли. Любой из вас уже давно стал солдатом невидимой армии, просто вы этого еще не осознали. И остается только один вопрос. На чьей вы стороне? Как при помощи технологии гибридной войны уничтожают целые государства? Нужно назвать прямым словом Третья мировая война. Как выглядит совершенно секретный план по ликвидации России? На Москву направлено наступление со всех этих территорий, в том числе физической. Как из вчерашних школьников делают солдат гибридной войны? Прекращайте! И какая судьба постигнет всех нас, если Россия проиграет гибридную войну? Убить всех до единого! Убивать до делов! На! Третья мировая война! По данным ООН, за три года гражданской войны на востоке Украины было убито 9 553 человека. Ранены больше 22 тысяч. Беженцами стали почти полтора миллиона. По неофициальным данным, число одних только убитых превышает 50 тысяч человек. Несмотря на объявленное перемирие, люди продолжают гибнуть каждый день. Мы все будем стоять и защищаться. Они на нас напали. Сегодня многие уже даже не помнят, с чего все началось три года назад. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Свобода слова. Борьба за европейские ценности. Именно эти, казалось бы, безобидные лозунги уничтожили вполне успешное обеспеченное государство. Тогда еще мало кто понимал, разрушение Украины было всего лишь частью плана гибридной войны против России. Гибридная война. Новая военная стратегия, объединяющая экономическую диверсию, кибервойну, манипулирование массовым сознанием и подрывную деятельность. Этот подход дает прекрасные результаты. Журнал «Вестник НАТО». 2014 год. Аналитики НАТО делят технологию гибридной войны на четыре этапа. Информационный, экономический, революционный и завершающий. Фактически, это четыре уникальные инструкции. Как заразить сознание? Как убить экономику? Как разжечь революцию? И как удержать власть? Первый этап секретного плана. Смотрите прямо сейчас. Давайте представим, как действует любой смертоносный вирус. Он проникает незаметно. Пользуясь проблемами в иммунной системе организма, он поражает сначала слабые места, потом разрастается так, что его невозможно остановить. И если вовремя не найти лекарства, человек умрет. Информационный вирус гибридной войны работает по тому же принципу. В сознание людей вбрасывается идея. У вас очень плохая страна, и вы живете очень плохо. Как всегда у нас. Ну, мы же в России живем. Почему мы с вами так говорим? Неужели мы действительно так думаем? В начале 90-х в Россию стали проникать так называемые НКО – некоммерческие фонды. Организации, такие как, например, фонд Сороса, щедро раздающие долларовые гранты незаметно проводили идеологическую работу и сумели воспитать целое поколение общественных деятелей, политиков и экспертов, убежденных в том, что Америка – самая лучшая страна в мире и все проблемы России от того, что она не следует американским советам. С помощью НКО США приводили к власти откровенных боевиков, преступников, понимая, что это в будущем – это гиперлояльные политики в отношении к ним. Воздействие на массовое сознание народа, против которого развернута гибридная война, происходит всеми доступными способами. Главная роль отведена телевидению и газетам. Через ручные СМИ нагнетается истерия. Через выпячивание экономического кризиса, тиражирование социальных проблем, повышенное внимание к криминальной хронике создается нужный информационный фонд. Средства массовой информации работают настолько эффективно, что у обывателя возникает ощущение надвигающегося конца света. Вот лишь несколько примеров. Декабрь 2014-го. Как в 98-м? России предрекают новый дефолт в 2015-м году. Экономика России рухнула на дно. Снизу ожесточенно стучат. Московский комсомолец. Ноябрь 2015-го. Список прозападных СМИ, копирующих риторику Запада огромной. Это и «Эхо Москвы» во главе с Алексеем Венедиктовым. «Медуза» – общественно-политическое сетевое издание, создание которого связывали с олигархом Михаилом Ходорковским. Интернет-газета «Знак», «Грани.ру» и небезызвестная «Новая газета». Новая газета принадлежит олигарху Лебедеву. В наблюдательный совет «Новой газеты» входит в качестве президента, насколько я знаю, Михаила Сергеевича Горбачева, который вообще живет на иностранные гранты, по крайней мере, жил длительное время. Поэтому думать, что иностранные спецслужбы или вообще иностранные интересы, не представленные в редакционной политике «Новой газеты», было бы неправильно. Западные специалисты ведут колоссальную по своему масштабу работу по дезориентации гражданского населения противника. То есть нас с вами. Они нанимают специальные агентства, которые круглыми сутками работают в сети интернет, где размещают фальшивую и искаженную информацию. Так, например, в 2012 году благосфера пестрила вымышленными заголовками о тяжелой болезни российского президента. Сейчас на Украине создано так называемое Министерство информационной безопасности, которое практически напрямую подчинено посольству Соединенных Штатов Украины. В Министерстве работают тысячи хакеров и троллей, так называемых интернет-троллей. Это просто украинская молодежь, которая является русскоязычной, которые сидят в нашем интернете и пишут всевозможные, распространяют диверсионную информацию. Преимущество социальных сетей в гибридной войне очевидно. Можно анонимно размещать любую фальшивку. При этом никакой ответственности автор фальшивки не несет, а люди верят. Вот несколько любопытных примеров из Турции, страны, в которой еще недавно бушевала революция. Посмотрите на это сообщение, размещенное в социальной сети Твиттер. 2013 год. Прозападная оппозиция размещает фотографию, сделанную на акции протеста. Толпа людей целиком заполнила огромный мост. Масштаб впечатляет. А вот фотография-первоисточник. И сделана она за год до описываемых событий во время крупного спортивного мероприятия. И снова Турция. Картинка облетела все социальные сети. Надпись «Турецкая полиция бьет в спину своих граждан». Все оказалось с точностью, да наоборот. Один из митингующих пытается стать живым щитом и защитить собой полицейских, в которых толпа бросала резиновые мечи, начиненные гвоздями. А это уже Россия. Болотная площадь. После беспорядков, организованных оппозицией 6 мая 2012 года, в сети появилось видео, на котором ОМОНовец во время задержания бьет беременную женщину. В социальных сетях началась истерика. Оппозиционеры требовали привлечь изверга к ответу. Но вскоре выяснилось, что беременная женщина на видео на самом деле молодой человек по имени Николай, участвовавший в беспорядках. Вбросы информационные осуществляются через какую-то газету или какой-то ресурс, который находится на Западе. После этого его подхватывают наши оппозиционные блогеры. И у каждого этого блогера есть еще пирамида так называемых рабов, троллей, которые это распространяют по сети очень широко. Кто такие экономические убийцы и какие приемы они используют в войне против России? Они могут разорять целые страны и ставить их на колени. Чубайс, Гайдар и ЦРУ. Кто и зачем придумал приватизацию? Как такой человек мог оказаться на стратегическом посту? Большой-большой вопрос. И стоит ли России соглашаться на требования Вашингтона и Евросоюза ради снятия санкций? Страны, оказавшиеся в наших руках, по сути становились нашими рабами. Вот так выглядят те самые лаборатории, где готовят информационные вбросы против России. Дата-центр АНБ — штаб-квартира знаменитого агентства национальной безопасности, крупнейшей спецслужбы США. АНБ контролирует все виды персональных данных. Квитанции на парковке, маршруты путешествий, покупки в книжных магазинах. То есть абсолютно все, что осуществляется при помощи цифровых технологий. АНБ — это глаза и уши Америки. А это еще один отдел — гигантской лаборатории по созданию информационных атак. Знаменитый ГОСТЕП. Бюджет ведомства — 50 миллиардов долларов. Этот гигантский комплекс — Пентагон. Штаб-квартира Министерства обороны США. Министерство имеет колоссальный бюджет — порядка 700 миллиардов долларов в год. Все эти секретные полусекретные службы, имеющие почти неограниченные возможности и колоссальное финансирование, так или иначе задействованы в большой информационной войне Запада против России. Но какую цель они преследуют? Зарубежные аналитики рассчитывают, что недовольство властью рано или поздно станет детонатором для народных волнений. Любой протест с их точки зрения обладает потенциалом. Это могут быть ипотечные протесты. ПАЗОР! ПАЗОР! Протесты фермеров. Вы сами нарушаете закон. Протесты дальнобойщиков. Мы стою уже здесь! Мы на них сами обращались! С рамюшками, собаками! Но так или иначе, эти маленькие или большие локальные протесты по замыслу политтехнологов, должны объединиться в одну большую протестную массу, которую уже дальше будут направлять свои люди. В следующий раз мы выведем на улицу Москвы миллион человек. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Главная задача зарубежных специалистов по гибридной войне, используя любые инструменты воздействия на общественное сознание, заставить людей поверить в то, что они живут в гадкой стране, и правительство у них самое никудышное в мире. И даже если у вас другое мнение, всегда найдется способ заставить вас думать иначе. Шаг 2. Как убить экономику? 15 декабря 2014 года. Перед дверями банков и обменных пунктов выстроились очереди. Мерзнущие люди обмениваются последними известиями с московской биржи, как фронтовыми сводками. За несколько часов торгов российская валюта обесценивается на 5 рублей по отношению к доллару и на 6 к евро. Благосфера пестрит паническими сообщениями. Доллар будет стоить 100 рублей, 150 рублей, 200. Утром 16 декабря падение рубля возобновляется и бьет вчерашние рекорды. В течение дня курс доллара достигает 80 рублей, а евро – 98. В пунктах обмена валют россияне с готовностью отдают за доллар до полутора ста рублей. В магазинах сметают всю импортную технику без разбора. Масштабы паники достигают пугающих пределов. Это была одна из самых успешных операций на экономическом фронте против России. Финансовые манипуляции, санкции, торговые блокады, промышленные диверсии – это все эффективные инструменты гибридной войны. И наша страна уже понесла в экономическом противостоянии колоссальные потери. Многие экономисты убеждены, что черный вторник декабря 2014-го – дело рук специалистов западного аналитического агентства «Блумберг». Начиная с 18 февраля 2014 года, это агентство каждый день публиковало негативные прогнозы относительно будущего российской экономики, помещало Россию в десяток худших экономик мира, предрекало крах всех финансовых систем страны и прямо призывало не верить властям, говорящим, что курс рубля будет стабилизирован. Последний крупный обвал рубля и тяжелая ситуация на российском финансовом рынке была спровоцирована в том числе и активными действиями международных финансовых спекулянтов на российской бирже. Основатель и владелец группы компаний «Блумберг» – Майкл Блумберг, миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка, специальный посланник ООН и близкий друг сенатора Джона Маккейна. Считается, что именно эти двое запустили одну из самых успешных экономических диверсий против России. А вот еще один друг Маккейна и Блумберга – Роман Сульжик. 30-летний клерк, выходец из СНГ. За три года дослужился до должности вице-президента одного из крупнейших банков Америки. По некоторым данным, Сульжик обязан своей невероятной карьерой, тесными связями с русофобом Маккейном. В июне 2012 года Роман Сульжик занял должность управляющего директора по срочному рынку Московской биржи. Как такой человек мог оказаться на стратегическом посту – большой-большой вопрос. Абсолютно точно без лоббирования интересов и без лоббирования его должности не обошлось, потому что должность реально стратегическая. От одного конкретного человека может зависеть судьба национальной валюты на торгах Московской валютной биржи. Интересно, но именно во время его работы на Московской валютной бирже доллар взлетел в цене до астрономических показателей. Во всем мире есть практика, что в случае резких колебаний курсов национальной валюты, торговля на валютной бирже останавливается для того, чтобы разобраться с причинами и не дать возможность спекулянтам раскачать этот курс еще больше, чем он двигается. Сульжик этого не делал, не делал этого умышленно. Более того, он подстегивал подобные операции, подстегивал продажи. Интересно, что во время работы на Московской бирже Сульжик активно действовал и на политическом фронте. Он принимал участие в митингах на Болотной площади. Неоднократно выступал в поддержку Алексея Навального. С началом беспорядков на Украине регулярно летал в Киев. Сохранились даже кадры прогулки Сульжика по Майдану со своим покровителем Джоном Маккейном. Видно, как американский политик по-отечески наставляет роман. Когда курс нашей валюты обвалился до 70 рублей за доллар, Центробанк потратил больше 80 миллиардов долларов из резервов, чтобы исправить ситуацию. Безрезультатно. В эфире телеканала «Дождь» звучали апокалиптические прогнозы. К весне доллар будет стоить 200 рублей. Активно призывала сбрасывать рубли в своем блоге Ксения Собчак. Вот светская львица в своем инстаграме пророчит «Медленно, но верно мы станем такой кубой в снегах». К понедельнику 15 декабря критическая масса паники была накоплена. Обвал рубля, и не только обвал рубля, но и других валют, он всегда носит искусственный характер по той причине, что рынок – это в первую очередь люди, которые принимают те или иные решения, исходя из поступающей информации. В 2014 году это случилось также в результате определенных финансовых махинаций, в том числе и иностранных агентов. Бюджету нашей страны эта искусственно раздутая паника нанесла колоссальный урон. Падение курса всего на каждый рубль вымывало из госказны почти 200 миллиардов. Потери России только за 2014 год составили около 8 триллионов рублей. Помните, с какой готовностью в 90-е годы Всемирный банк и Международный валютный фонд выделяли России кредиты в десятки миллиардов долларов? Мало кто знает, что эти деньги нам давали исключительно на политических условиях – провести приватизацию, принять тот или иной закон, провести залоговые аукционы или даже назначить на пост министра конкретного человека. В те годы наша страна тоже стала жертвой таких же экономических убийц, как Роман Сульжек. Они могут менять законы государств, где они функционируют. То есть они могут делать все, что им заблагорассудится. Сегодня международные организации вроде МВФ с готовностью кредитуют Украину, чтобы та послушно выполняла волю Вашингтона и Брюсселя. Это тоже часть гибридной войны. Они лоббируют своих людей. Они помогают писать те законы, которые им необходимы. Те, кто начинает с ними бороться, их просто выкидывают. А это Джордж Сорос. Один из лучших американских специалистов по ведению гибридных войн. Его специализация – страны бывшего Советского Союза. Джордж Сорос – он инвестор. Он не глупый инвестор. Он один из самых лучших инвесторов в мире. Любой инвестор понимает, что деньги, вложенные в какие-то процессы, должны вернуться деньгами. Сегодня уже мало кто помнит, что в 90-е годы Сорос являлся постоянным консультантом при президенте и правительстве России. Все свои планы он воплощал в жизнь при помощи таких людей, как Егор Гайдар, Григорий Явлинский, Борис Немцов, Анатолий Чубайс. Позднее именно их назовут западными агентами влияния. Можно сказать о том, что внешняя управляющая сила делает упор на сотрудничество с так называемой компрадорской буржуазией. То есть той частью национальной буржуазии, которая связывает свое будущее с фактически с Западом. Смотрите далее. Дебилизация или деморализация? Так, что делать, он себя прибил? Забирай, забирай. Я говорю, он себя прибил. Кто управляет хаосом? Наши российские либералы – это самые главные экстремисты. Как с помощью канистры с бензином можно поджечь любой протест? В середине 90-х при правительстве и президенте России, кроме Сороса, работали около сотни более мелких американских советников. Им помогали многочисленные некоммерческие организации, чья цель изначально заключалась в проведении экономических диверсий. К примеру, агентство США по международному развитию USAID в 92-м году открыло в Москве офис в самом центре, на Поварской улице. Этот офис работал под вывеской Американской ассоциации юристов. Правительством Егора Гайдара заокеанские агенты влияния были приглашены к участию в разработке Конституции, Гражданского и Налогового кодексов России. Об этом агентство с гордостью заявляет, на своем официальном сайте, как мы можем в этом убедиться. Выходцы из все того же агентства США по международному развитию помогали в проведении приватизации другому стороннику западных реформ Анатолию Чубайсу. Позже стало известно, что под видом экономических советников скрывались агенты влияния, работавшие в интересах западных стран. В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Эндрю Шлейфер и Джонатан Хэй настояли на реализации в России программы приватизации, разработанной Гавардским университетом. Международные финансовые спекулянты различного уровня, такие как Сорос, такие как Джонатан Хэй, используют и инструмент проникновения, и установление тесных личных контактов с элитами. Внедрение западных агентов влияния в высшие эшелоны власти позволяет дестабилизировать страну изнутри. А введение санкций – способ оказать давление снаружи. Цель США сегодня – поставить Россию в положение Северной Кореи. Полная экономическая и политическая изоляция. Если Россия в глазах всего мира станет страной-изгоем, жизнь в 90-е годы покажется нам периодом райского изобилия. При успешном выполнении всех этапов экономической атаки против России в стране может начаться катастрофа. Стремительное падение уровня жизни, рост цен на продукты и ЖКХ, скачки курсов валют, невыплаты бюджетникам, свертывание социальных программ, неотремонтированные дороги, повышение налогов и кредитных ставок. Ситуация абсолютной изоляции, когда мы не можем надеяться на чью-либо помощь. Ситуация, когда нас бьют по всем форумам. Все это создает идеальный фон для того, чтобы вывести людей на улицы. Шаг 3. Как разжечь революцию? Это уникальный документ. Директива Министерства обороны США 3005 от 28 ноября 2005 года. Этот текст прямо предписывает американским военным начать подготовку гражданских кадров по всему миру для достижения стратегических целей Пентагона. Непредсказуемых фанатиков, способных взять в руки оружие в России, предостаточно. Стоит западным спецслужбам завербовать их лидеров, и можно вести толпу на штурм Кремля. Это Дмитрий Демушкин. Вывернул нож, все, закончилось. Лидер запрещенной националистической организации «Русские». Один из организаторов так называемых «Русских маршей». Может показаться, что это какой-нибудь очередной митинг поклонников Бандеры в Киеве. А вот и нет. Место действия Москва. «Русский марш». Ежегодный парад националистов всех мастей в крупных городах России. Основное шествие проходит, естественно, в Москве. А вот еще один организатор марша. Александр Белов-Поткин. Националист со стажем. В рядах борцов за чистоту расы седьмого класса. Кто слинял? А какой вы? Вы что, без ножей были все? Я не пойму, что за херня вообще? Белов-Поткин сейчас в колонии общего режима. Его приговорили к 7,5 годам захищения. Это архивные кадры. Это митинг несистемной оппозиции 4 февраля 2012 года. Националист-Поткин выступает на одной сцене с такими известными поклонниками Запада, как Евгения Чирикова и Илья Яшин. А сейчас я представляю Александра Белова, лидера национально-патриотического движения. Наш лозунг простой. Один за всех! А вот уже главный лидер оппозиции Алексей Навальный пиарится на сцене русского марша. Но они почему-то не боятся тех, кто собрались здесь. Им стоит бояться? Им стоит бояться? Это удивительный пример манипулирования толпой. На сцену выходит проамериканский политик, и так называемые русские националисты с легкостью демонстрируют готовность идти за новым лидером. Весь секрет в том, что агрессивная толпа борется не за идею, а за дозу адреналина. Радикалы, которые жаждут крови легко, пойдут на любую авантюру, особенно если она хорошо оплачивается. В 2010 году достоянием общественности стала тайная переписка между Поткиным и Навальным. Давние приятели обсуждают план использования националистов в качестве тарана. Два-три месяца эффективной работы 10 человек плюс кое-что на техническую поддержку. И 100 тысяч, а то и 200 тысяч человек будут на Красной площади. Что скрывается за словами «кое-что на техническую поддержку» догадаться нетрудно. Похоже, что для Поткина молодые фанатики это инструмент, на котором можно подзаработать. А для оппозиционеров прекрасная возможность устроить бунт и не запачкать руки. Наши российские либералы – это самые главные экстремисты. Это люди, которые борются с властью бескомпромиссно. Они выступают именно против самого факта существования государства как такового. Они считают, что нужна некая перезагрузка. Но что такое перезагрузка государства? Это его полное разрушение. Это знаменитая методичка Джина Шарба. Известного американского теоретика по цветным революциям. Еще в 1973 году он опубликовал скромную, казалось бы, брошюру «198 методов ненасильственных действий». Это предметная универсальная инструкция на пяти страницах по свержению власти в любой стране. Всем, кто ведет борьбу с государством, я предлагаю целый арсенал ненасильственного оружия. Ниже изложены 198 методов борьбы с властью. И вот как это работает. Знаменитый митинг 6 мая начинался, как и десятки других массовых мероприятий. Типичные лозунги – неоригинальные речевки, скучающая публика. Основная масса людей – неорганизованная толпа. И только несколько групп активистов, словно маленькие отряды, построены в колонны. Это Левый фронт, Сергея Удальцова и антифашисты. Все закончилось бы мирно, если бы не цепочка странных обстоятельств. Все стоим! Стоим пока на месте! Время у нас много! Стоим и ждем! Лидер оппозиции Алексей Навальный зачем-то командует митингующим остановиться. И, несмотря на начинающуюся давку, продолжает настаивать на своем. Куда пошли-то, е-мое, е-мое! Все стоять! И вдруг лидеры марша принимают неожиданное решение – всем сесть на землю. Такой поступок вызывает абсолютное непонимание даже у самих сторонников протеста. На этой записи видно, как возмущенный мужчина пытается образумить сидящую компанию. Те журналисты, которые не сядут, мы сейчас выгоним всех махерно отсюда! Все стоят, потому что вы стоите! Приселись, пожалуйста! Сейчас задают, сейчас задают! Мне хорошо, а у вас в дуру имя! Это не самое крупное мероприятие вдруг вспыхивает, словно факел. Начинается давка, перерастающая в противостояние с полицией. В ОМОН начинают лететь камни и куски асфальта. Мирный митинг завершается самыми жестокими столкновениями горожан с полицией за последнее десятилетие. Помогите! Помогите! А теперь давайте заглянем в знаменитую методичку Джина Шарпа, того самого американского теоретика по цветным революциям. Пункт 138. Сидячая завостовка. Совпадение? В инструкциях Джина Шарпа много любопытных методов. И все они основаны на уязвимости человеческой психики. Сидение, стояние, невыход из транспорта, хождение на месте, голодовка, блокирование дорог, уничтожение своей собственности. Со временем эта методичка, которая называлась «от диктатуры к демократии», она была скорректирована. Мы видим, да, что режимы научились противодействовать этой технологии, и уже стали применяться технологии не просто более кровавые, а весьма и весьма кровавые, как это было в Киргизии, на Украине. То есть сейчас уже, конечно, Джин Шарп в прошлом. Но многие его методики, они еще продолжают действовать. Стратегии гибридной войны планируют создать в России хаос. Армии вооруженных националистов, либералов и политических фанатиков в час икс должны будут выйти на улицы Москвы. Они будут сеять хаос и смерть, сметать все на своем пути, будут перекрывать дороги, захватывать административные здания и торговые центры. Под пристальным вниманием западных спецслужб и с использованием любых доступных средств, они будут делать все, чтобы парализовать столицу России и города-миллионники. Максимально ослабить власть. А потом войдут зарубежные наемники, которые добьют тех, кто попытается оказать хоть какое-то сопротивление. А революция все спишет. Какая судьба ожидает Россию? Население славянское должно быть убрано для того, чтобы не бунтовало. Почему государственный переворот в России грозит началом Третьей мировой войны? Сценарий открытой ядерной войны и, естественно, миллионных же он из-за американцев уже перестал быть табу. И кто победит в гибридной войне? Было бы идеально для Вашингтона, чтобы Россия и Китай повоевали и стащили бы друг друга максимально, и, может быть, бы уничтожили друг друга. Куда бежать и где прятаться? Смотрите после рекламы. Шаг четвертый. Как удержать власть? Представьте себе, что наши враги одержали победу. Сотни самообороны Манежной площади захватывает Кремль. Американские консультанты наводняют все государственные структуры. На ключевые посты назначены люди, во всем послушные Вашингтону и Брюсселю. Они не профессиональные чиновники, но они преданы своему хозяину, Госдепартаменту США. Они не разбираются в экономике, они не хотят и не способны повысить уровень жизни народа. Но захваченная территория должна оставаться под контролем еще долгие годы. Так что же они будут делать? Следовать методичке из Вашингтона. После того, как в стране совершен государственный переворот, новая власть должна доказать лояльность своим западным покровителям. Самый верный способ – продать им за бесценок самые лакомые куски национальной экономики. В свое время железная леди Великобритании Маргарет Тэтчер заявила, что Россия – это всего лишь газовая труба, для обслуживания которой достаточно всего 15 миллионов человек. А вот слова бывшего госсекретаря США Маддин Олбрайт. Она произнесла их в апреле 2016 года. Россия – это всего лишь Бангладеш с ядерным оружием. Кстати, именно госпоже Олбрайт принадлежит фраза, что несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только нашей стране. Так мыслят нынешние лидеры западного мира. Так мыслили их деды. Вот как должна выглядеть карта нашей страны в идеальном представлении американских политиков. Обратите внимание на названия Идель-Урал и Казакия. Американский закон о порабощенных народах и немецкий документ времен Великой Отечественной войны под названием «План Ост». Это единственные в мире тексты, в которых используются термины Идель-Урал и Казакия. Гитлеровский план «Ост» ставил своей целью истребление славянского населения, в первую очередь русских. И надо сказать, что эта идея не утратила в своей актуальности в ряде политических деятелей. Ну, известные слова Маргарет Эчер о 20 миллионах человек на территории России, которые будут использоваться на шахтах. Идель-Урал и Казакия присутствуют в тексте закона США, потому что американские политики писали его с помощью бывших нацистских преступников. Нацистские преступники многие получили убежище на территории Соединенных Штатов Америки. Они делились своими наработками, делились своими идеями, делились своим опытом. Ведь каждому нацистскому преступнику нужно было доказать, почему Соединенные Штаты Америки должны его принять, кормить, содержать и укрывать от международного трибунала. Как Соединенные Штаты планируют разделить нашу страну? Япония заберет Курилы, Латвия – Калининград, Финляндия – Карелию, США провозгласят независимость Сибири. Я не думаю, что будет просто гражданская война. Будет уничтожение, будет геноцид несогласных. Людей поделить на тех, кто может встать в стоило, и тех, кто не согласен встать в стоило. Помните слова Ельцина «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». Они были сказаны всего за год до того, как распался Советский Союз. Если переворот в России станет реальностью, этот лозунг прозвучит вновь. Не зря Алексей Навальный, чьи президентские амбиции давно известны, призывает отделить от нашей страны территорию всего Северного Кавказа. Нет никаких сомнений, что если к власти в нашей стране придет прозападная так называемая элита, для начала она послушно разорвет отношения с Китаем, а потом развяжет войну. Было бы идеально для Вашингтона, чтобы Россия и Китай повоевали и стащили бы друг друга максимально, и, может быть, бы уничтожили друг друга. Мы это уже проходили в 60-е и 70-е годы, когда за советско-китайским столкновением маячила как раз американская рука, рука Никсона и Тиссинджера, которая во многом оркестровывала эти конфликты. И без того разоренная новым прозападным правительством экономика нашей страны окажется на краю катастрофы. Все ядерные арсеналы к тому моменту уже будут находиться под контролем американских военных. Новая либеральная власть, чтобы усидеть в кресле, будет молчать. Останется только нажать кнопку. Сценарий открытой ядерной войны и, естественно, миллионных жертв, которые последуют в ходе ядерного столкновения, он из-за американцев уже перестал быть табу. И вот будущий гипотетический апокалиптический конфликт России и Китая после якобы победы Майдана в России, он тоже укладывается в этот контекст миллионов ядерных жертв. Именно так США планируют одержать окончательную победу над теми странами, которые до сих пор бросают вызов безраздельной власти Соединенных Штатов над всем миром. Инструкция по уничтожению государства в любой точке планеты давно написана. Американские архитекторы революции успешно пользуются ей по всему миру уже больше полувека. Удастся ли воплотить в жизнь эту методичку в нашей стране? Зависит от каждого из вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова